Ну а самые маленькие нарьинмарцы, некоторым из них еще нет и года, 14 сентября в рамках праздничных мероприятий юбилея Ниньского округа принимали участие в своих первых в жизни спортивных соревнованиях на старт «Карапуз». Организаторы мероприятий – Дворец культуры Арктика и Центр-Лидер. До начала забега, хотя забегом назвать эту спортивную дисциплину не получится, юные спортсмены по условиям конкурса должны проползти дистанцию на четвереньках считанные минуты. Кто-то разминается, другие копят силы. Десятимесячный Миша – один из самых молодых участников, но уже подает большие спортивные надежды. Каждый день тренируется, ползает. Быстро ползает? Очень быстро. А что он умеет уже у вас делать? Ну, сидеть, ползать, в бассейн ходим, плавает там. Все участники, а на начало соревнований зарегистрировалось почти 20 человек, разделены на две возрастные категории. В первой малыше от года до полутора лет, во второй с полутора до двух. Ульяне год и три месяца. И ее девиз – главное участие. Ну, пытались, как собака у нас бегает, так же научить ее ползать, но что-то не особо, если честно, получалось. Годовалый Платон-чемпион «Крепкий мальчуган» поразил зрителей своей скоростью. Каждый день тренируемся. В чем заключается тренировка? Ну, когда он на одном конце квартиры, а мать на другом, говоришь слово «кушать» и «пш». На старт «Карапуз» это не только спортивное состязание. В условиях конкурса есть номинации за лучший тематический костюм. То есть жюри оценивает не только скорость и сноровку, но и образ, в котором участник выходит на дорожку. Все родители, все одеты в костюмчиках. Обязательно они и ребенок. Это у нас учитывается тоже. Дружная семья – тоже номинация у нас такая. Потом дружная команда – вторая номинация. И третья, конечно, номинация у нас – это как они у нас поддерживают наших юных спортсменов. Саша Порошкин, например, сегодня пират, а с ним вместе целая пиратская команда. Мы недавно только начали ходить, поэтому еще навык ползания не ушел. Но думаю, как вы знаете, дома ползали, поэтому здесь, я думаю, тоже поползем. А его тезка Саша Детков сегодня в костюме олененка. Саша активно тренировался, посмотрим, что получится. А как проходили тренировки и кто его тренировал? Мама тренировала. Тренировки у нас на полу, на кровати проходили. Ползали за предметами, за игрушками. По условиям соревнований родители и группа поддержки могут помогать преодолеть дистанцию юным спортсменам любыми доступными способами. Поэтому кто-то бодренько ползет вместе с малышом, другие делают ставку на интерес, подзывая своего карапуза на финиш необычным предметом или новой игрушкой. На старт, внимание, марш! Судьи с секундомерами фиксируют каждый результат. Время участников заносят в специальные табели. Нарушений штрафных очков не будет совершенно. Дети проползут, выявим победителя и их наградят. Сложностей нет никаких совершенно. Во-первых, они не такие жесткие. То есть ребенок может всегда свернуть со своей дорожки, перейти на соседнюю и вернуться обратно. Кто-то может уйти в сторону, тот заплакать, тот вернуться обратно. Так что все по-детски. Бежать, а вернее ползти даже эти несколько метров, ой как непросто, особенно родителям. Напряжение громадное. Олеся и Егор Сыропятовы только что преодолели дистанцию. И, к своему удивлению, стали первыми в своей подгруппе. Мы вообще думали, что он не поползет, что он у нас не ползает. Он у нас практически не ползал. Сразу же бежать. И для меня, наверное, и для папы было удивительно, что он вообще прополз. Победа достанется сильнейшим. Несмотря на всю лояльность судейской коллегии, родители юных спортсменов стараются выполнять правила забега. Здесь честные соревнования. Я так посмотрела, они прямо так родители. Ребенок встает на ноги, родители его так по-честному садят, потому что нужно на ползком. Сопротивляются дети, встают все равно, а родители их все равно. Болельщики заготовили растяжки и кричалки. Даром, что крапузы еще не умеют читать. Зрители болеют от души за всех и за каждого в отдельности. Такое милое мероприятие. Я просто вообще в восторге, честно говоря. Первый раз участвую, поэтому мне очень понравилось. И да, нужны такие мероприятия. Во-первых, потому что это большая радость для всей семьи. Приходят мамы, папы, бабушки, дедушки. Это сплочение семей. Ну и, наверное, определенный, хотя они очень маленькие детки, но все равно определенный соревновательный дух такие мероприятия взращивают. По окончанию мероприятия все участники получили памятные дипломы. Но самое главное, наши маленькие детки впервые будут ставить наши свои рекорды. И, кстати, я надеюсь, неплохие. И что в будущем они тоже будут спортсменами. В результате упорной борьбы первое место в первой возрастной группе досталось Егору Сыропятову. Среди старших малышей самой быстрой жюри признала Юлию Степанову. В номинации «Самый оригинальный костюм» победил Саша Детков. Самая дружная группа поддержки у Варвары Хозяиновой. А приз в номинации «Самая активная семья» достался Валерии Хозяиновой.